так но давайте опять напишу нашу общую схему чем еще делаем у нас есть такая последовательность у нас есть коммутативное кольцо внутри есть области целостности внутри есть факториальное кольцо внутри есть кольца кольца главных идеалов внутри есть эвклидовые кольца и все это содержит поля то есть область целостности это бездельные нуля реальное кольцо это где работа на теремарифметики кольца главных идеалов кольца главных идеалов еду кольца 3d можно делить с остатком начну про сразу доказали что кольцо главных идеалов она факториальная что и кольцо лет с кольцом главных идеалов ну надо еще несколько слов сказать про идеала чтобы подготовиться к следующему шагу и заодно я объясню почему то есть возможно кажется это коснулся немножко искусно зачем рассмотрим кольца главных идеалов но вот я небольшое вступление скажу перед началом второй части там будет понятно зачем все дела рассматривать ну давайте немножко поговорим про факторизацию идеалов так вот нужно сказать наверное вас тут уже было сейчас вы скажете что ничего не было это будет печально но что поделать идеалов а значит я на прошлый раз мы начали говорить про идеала и они важны не только потому что они хорошо рассказ про делимость но и потому что по ним можно факторизовать ну давайте сначала скажу определение нас есть есть два кольца каэль ну допустим кому-то два коммунитивных кольца то значит есть такая штука гоморфизм колец или и да еще и заморфизм колец если для любых а и b из к и фото плюс b равно и фото плюс ф от б и фото умножить на б равно и фото умножить на фото б ну вот здесь я не знаю как у вас это было часто добавляют свойства что и фото мисс равно единица вас был говоришь колец где-нибудь единица была сохранялась что-то на самом деле но это такое свойство которое ну иногда удобно иногда нет ну просто у нас все кольца более-менее с единицами поэтому мы будем считать что можно считать что это так хотя на самом самом деле если у вас как бы если мы рассматриваем только оба социальности там это будет всегда выполнена кроме случая когда вы отображаетесь комитом тривиальное кольцо но очень такие случаи редкие поэтому для просто можно что фото не равно единицы ну тогда очевидно что если у вас начать если у вас есть идеал ну давайте я буду список утверждений которые я буду пользоваться но если у вас есть гомоморфизм гомоморфизм а ж идеал и то тогда его прообраз это будет идеал в к для образа то есть прообраз идеал всегда является идеалом для образа это неверно но надо знать пример когда образ идеала не является идеалом то есть если и в к идеал ты фаты не обязательно идеал по его эль ну в чем проблема в том что это конечно будет амельевой группой но вы он сохраняется при умножении на элементы из оба который в образе и а если умножаете на элементы не из образа и то что происходит неизвестно поэтому вам нужно придумать какое-нибудь отображение которое отображается не во все кольцо в комить его часть ну например берете вкладывать z в q на то есть берем просто числа отображаем их себя но тогда zz является идеалом а за в куже не является идеалом то что в ку вообще идеалов не очень много поэтому вот это не всегда верно но если я все реактивно все реактивно то действительно верно что нот если и это идеал в к то фаты это идеал то есть если у вас забрали инструктивно то вы можете брать образы прообразы диалов они всегда будут идеалами ну что-то факторизация идеалов есть у нас есть идеалов к то мы можем рассмотреть фактор кольцо к по и фактор кольцо которое просто множество смежных классов по и по с операциями естественными сложения и умножения то есть вы складываете их как фактор по обелевой группе ну и когда вы перемножаете мы будем считать что это по определению а b плюс и хотя ну тут откачу на самом деле это не всегда верно то есть не всегда верно что это штуки равны как множество поскольку может быть что эта штука является под множеством вот левая часть может помножить там правой но будем умножать вот так на сетельных операций насчет фактору по сложению по и будет являться кольцом который за фактор кольцом и здесь связан канонический гомоморфизм канонический гомоморфизм который просто бьет из к к по и сопоставляя любому элемент его смежный класс но есть всякие теоремы о гомоморфизме ну например если у вас есть гомоморфизм как эль то что почему заморф значит если мы авторизуем к по ядру это будет изоморф на образу также можно делать всякие штуки например если вы но с факторизации работают всякие смешные штуки если у вас например к содержит g содержит и это вот идеалы но тогда если вы хотите профитализовать по и сейчас если вы хотите создать по g то можно все отрезать по и то есть у вас будет изоморфизм есть изоморфизм в к по и и заморф на это капожи изоморф на к по и отфактализованного по вы берете а переводить его в свой левосмертный класс из нашего определения это гомоморфизм ну там просто и про единицу надо проверить что она приходит единицу но но в общем это не сложно то есть единица там действительно будет единицей ну вот вот это вот страшная штука зачем нужна это нужно для того чтобы вас там на семинарах будут всякие задачи ну давайте я примерчиком нарисую было понятно зачем это зачем про это сговорю вот вы берете на пир многочлены с целыми коэффициентами да вы можете у вас есть два типа факторов можете факторизовать по многочлену а можете фикторизовать по числу то есть вы можете например вот у нас есть число 2 я уже приводил примера есть на натен x и вы можете взять сказать давайте мы отфактализуем это по идеалу прожденному числом 2 а может сказать что я авторизую по идеалу порожденному многочленом икс а потом я могу это access активизовать вот этот сказать по идеалу порожденному икс эту ок 서к даты для stuffs другие которые получили что-то вроде ZZX отфагризованная по 2х. То есть здесь я как бы... Ну, и результате получится одно и то же, потому что, ну вот, из-за вот этого изоморфизма. То есть у меня, в данном случае у меня будет... Ну, смотри, что такое ZZX отфагризованная по идеалу 2? Это что такое? Это будет многочленные с коэффициентами в Z2. Там есть идеал X, я могу по нему фагризовать, получу вот это. Если я фагризую по X, то это что будет? Это будет Z. Я могу Z отфагризовать по идеалу, прожженному 2. Ну вот, и там, и там получится одно и то же, и это будет изоморфно, конечно же, ZZ2. То есть если я ZZ2 по X отфагризую по X... То есть вот из этого утверждения следует, что, например, ZZ2 по X, отфагризованную по X, оно изоморфно Z, отфагризованную по идеалу 2. Потому что и то, и другое изоморфно Z отфагризованную по вот этому идеалу. Ну, у меня вот такая картинка здесь. У меня здесь вот этот Z от X, вот этот идеал, прожженный 2X, а этот, например, идеал, прожженный X. Тогда вот это вот означает, что там Z отфагризованная по 2X изоморфно Z отфагризованная по X, то есть Z, отфагризованная все это по 2 по X по X, но это будет двойка. Ну вот тут какие-то, да, в общем... Это техника, которую вы можете проверить, что на семинарах она будет работать. По крайней мере, можно будет брать факторы. То есть если вы хотите авторизовать сразу по 2м элементам, то можно сначала по одному, потом по другому. Получится вот из этих изоморфизов, получится вот то, что нужно. Так. Ну, этого должно было быть, я не знаю. Тут вроде, то есть вот это... Было? Не было. Вот этого не было. Ну, хорошо, понял я. Нет, ну, смотрите. Что? Ну, конечно, в смысле, чтобы доказать... Да, да, чтобы... Смотрите. Ну, что вам нужно доказать? Выходите. То есть... Ну, вот это отсюда следует, да, чтобы вам, чтобы из этого получить вот это, вам нужно придумать отображение, ну, отсюда-сюда, такое, чтобы ядром было вот это. Тогда будет вот, исходя из этого. А тут вы просто берете, строите экономический гомоморфизм и говорите, что у вас экономический гомоморфизм, он совпадает с вот этим. Ну, то есть, точно так же, как для групп. Ну, хорошо, ну, в общем, на семинарах у вас как-то будет. Если у вас не получится, то скажите мне, я вам расскажу. Ну, сейчас, наверное, может, это будет... Мы без этого обойдемся. Так вот. Ядро F всегда идеал? Потому что... Что такое ядро F? Это то, что переводится в ноль. Значит, у вас, если у вас сохраняются вот эти свойства, то если вы умножите элемент, который рожается в ноль, то это все будет рожаться в ноль, ну, и сложение двух элементов будет нулем. Поэтому, конечно же, это идеал, да. Значит, нас интересует, что будет перефакторизация... Ну, вот... Какие из этих штук можно получить перефакторизация? Ну, на самом деле, вот про... Большинство из них плохо, можно понять, что получится. Но, в первую очередь, нас интересует, когда будет область целостности, когда будет поле. Значит, когда... Фактор будет областью целостности или полем. Чуть позже станет ясно, почему мне... То есть, про другие непонятно, как проверять. Про эти будет понятно, это несложно. Ну, давайте сейчас просто попробуем посчитать. Ну, пусть... Что такое КПИ область целостности? Это означает, что если у меня есть два смежных класса, у которых произведение равно нулю, то из этого следует, что либо одно из них равно нулю, либо второе равно нулю. Это определение области целостности. Ну, давайте мы перепишем. Значит, как это можно переписать? Значит, ну, ноль это просто все равно, что И. И понятно, что если я тут раскрою, то то же самое написать, что А, Б прилежит И. Ну, потому что это что такое? Это... Это А на Б плюс И плюс... Ну, да, это просто А, Б плюс И, да? У нас по определению. Поэтому сказать, что А, Б плюс И, это ноль, самому сказать, что А, Б лежит в И. А справа написано то, что А лежит в И, или Б лежит в И. Значит, это вам должно напоминать вот следующую вещь, что если бы И порождался одним элементом, был главный идеал. Если И главный, то у нас было бы такое, что А, Б лежит в идеале порожденным элементом Х, значит, либо А лежит в идеале порожденным элементом Х, либо Б лежит в идеале порожденным элементом Х. Ну, или по-другому, что если А на Б делится на Х, то либо А делится на Х, либо Б делится на Х. Это в точече определение внизу написано определение, ну, почти написано определение простого элемента. Там, правда, еще надо сказать, что Х не ноль и необратим, но снизу это свойство простоты, поэтому такие идеалы которые удовлетворяют вот этому свойству они называются простыми так определение идеал и простой простой идеал если из того что произведение двух элементов лежит в идеале следует что либо один из элементов лежит в идеале его второй элемент в идеале но с определением есть маленькая тонкость маленькая стоящая в том что ну вот как я уже как я только что сказал если мы хотим сосис простыми элементами надо считать что идеал и нетривиальный чтобы был неналевым и необратимым ну и поэтому сменирует два таких утверждений которые мы уже доказали до утверждения первое и простой тогда только тогда когда копай область целостности область целостности второе если и нетривиальный нетривиальный главный идеал то и порожден элементом x простой тогда и только тогда когда сам элемент x простой то есть принцип простой элемента можно узнать через фактор если вы что-то знаете про фактор вот кстати пример вот вы на переходите доказать что x это простой элемент кольца z от x ну вот вы доказали потому что смотрите фактор по иксу это z z это область целостности значит идеал порожденный x простой значит там их простой этот вот двойка является простым элементом кольца многочленов z от x потому что фактор по двойки это за 2 от x за 2 от x чтобы целостность кольцо многочленов над полем из двух элементов поэтому и двойка x является простыми элементами кольца z от x автоматически вам ничего не надо доказать вывод уже доказали проверить свойства и вам надо проверять что там если произведение двух многочленов делится на два то хотя бы этих начать двигаться за два не нужно проверять то что все проверили уже раз того вы селся получил 100 ничего не может быть это вот удобная штука мы собственно вот ей будут пользуется когда вам говорить про разорвание z от x второй случай интересный это когда фактор является полем значит когда фактор это поле тут поможет следующее лемма о том какие делал есть поле лемма к поле ну коммутативное кольцо к поле когда когда в к нет нетривиальных идеалов то есть идеалов к тривиальные я так напишу ну понятно можно сказать что и нет нетривиальных сидел только тривиальное очень в кольце к всегда есть тривиальный идеал то 0 и все вот в поле никаких других нет но это вроде не очень сложно давайте докажем но пусть к поле так про слева направо если к поле да пусть и нетривиальный идеал ну я вам не равен нулю и идеал отличный от нуля так дата есть нулевой элемент значит значит существует они равны нулю а лежит и и а в поле у нас все не нулю элементы обратимы значит она минус 1 лежит и значит единица лежит и значит и совпадает со всем кольцом потому что ну полем потому что есть у нас единицы есть можно может нам нужно любой элемент и получить все все поле так в обратную сторону ну то же самое да значит если возьмем элемент а из к а не равен нулю хотим доказать что он обратим но возьмем идеалом порожденный значит либо и это нулевой идеал либо и это все кольцо ну нулевым делом быть не может потому что там лежит значит идеал порожденным а совпадает со всем кольцом значит единица там лежит значит существует b такое что а на b равно единице доказали что любого элемента есть обратный значит это поле так не слишком быстро вот тогда получается что смотрите что такое поле до поле это когда он сообщение таких идеалов то есть мы авторизовали по кому-то идеалу и получили поле это означает что вот из того вот из того ну то есть что против к вам в туризму по идеалу да то есть мы вот взяли к рассмотрели канонический гоморфизм и вот это получилось поле но канонический гоморфизм астрективен поэтому любой идеал отсюда любой идеал из к должен отображаться в идеал здесь но понятно что у нас там идеалов нет только тривиально поэтому любой идеал он должен привязываться либо во все либо попасть в ноль но это значит что если возьмете идеалы которые лежат между к и то по идее они при факторизации должны попадать то есть вот j должен был быть по идее фактором джипа и но так эта штука либо ноль либо все это означает что у вас либо же совпадает и либо если это все это значит же совпадает с к ну и в другую сторону тоже верно что если у нас то есть если у вас это поле то у вас получается что все идеалы между к и попадают либо в ноль либо во все то есть опадать либо с или бы совсем и наоборот Если у вас нет идеалов между К и И, то получается, что если бы тут был идеал, то его прогресс был бы идеалом тут, не совпадающим с К и И, а такого нет. Но вот опять же на пальцах объяснил, почему верно следующее утверждение, ну и сопутствующему определению. Значит, идеал И называется максимальным, если не существует идеалов, которые лежат строго между И и К. Если не существует G, такого, что И вложено в G, И вложено в К. Значит, если это поле, то вот здесь живет только два идеала. Это то, что куда переходит И, то, что куда переходит К. И все, что между ними, переходит либо одно, либо в другое, значит, они с ним совпадают. Да, да, конечно, конечно, да. Так, ну тут, наверное, нужно сказать какие-нибудь, то есть, тут в определении, наверное, нужно добавить что-нибудь такое, что вот и не должно быть совпадать с К, потому что иначе у вас тут может, ну, понятно, у вас получится, что есть поле за одного элемента. В общем, тут есть маленькие тонкости. Ну, вот это движение, которое я сверху пытался объяснить, что И максимальный, и тогда, и только тогда, когда фактор поле. Значит, отсюда, очевидно, следует, что любой максимальный диал простой, да. Да, понятно, почему? Потому что это поле, там облселсность, если это поле, то облселсность, значит, и простой. То есть, и максимальный КП и поле, значит, КП и облселсность, значит, и дел простой. Ну и в качестве вещь-таки на торте сразу докажем утверждение, которое нам понадобится во второй половине курса, ну и первый немножко тоже, но скорее во второй. О том, что если у вас К, это кольцо главных идеалов, то фактор, то у вас не бывает простых, не максимальных идеалов. То есть обратное тоже верно в случае, когда кольцо главных идеалов. утверждение. Значит, если у вас К, это кольцо главных идеалов, ну давайте так, ну давайте так, АП это простой элемент, то фактор по нему это поле. Ну как А, это КП, на конкурсах похоже на Р. Ну или по-другому я могу сказать, что то есть если и идеал простой, то и максимальный. Ну, тут надо опять же сказать, что если он простой, нетривиальный, опять нужно что-то такое говорить. Ну в общем, надо аккуратно писать. И вот на первых утверждение очень удобное. На первых берете многочлены, кольцо многочленов над полем. А это и в клидовое кольцо, значит кольцо главных идеалов. Значит, если вы взяли там неприводимый многочлен, то фактор по нему автоматически будет полем. Ничего проверять не нужно. Никакие свойства поля проверять не нужно. Это вот автоматически выполнено из того, что мы доказали. Ну, доказательство какое у нас. Значит, если П простой элемент, значит, П простой элемент К, то идеал, порожденный им, тоже простой. Пусть он не максимальный. Пусть существует такой G, который содержит идеал, порожденный П, и лежит внутри всего... Так, ну, кстати, существует G такое, что. Идеал, заключенный между этим простым и всем. Но так как это кольцо главных идеалов, то G должен порождаться каким-то элементом X. Ну, и дальше у вас отсюда P делится на X. Потому что если P лежит в идеале, порожденном идеалом X, то значит, P — это X умножить на что-то, то есть P делится на X. Если P делится на X, а P у нас простой элемент, то он же неразложимый. Значит, у вас есть два варианта. Либо X ассоцирован с P, либо X ассоцирован с единицей. Но в первом случае у вас идеал, порожденный X, совпадает с идеалом, порожденным P, а в втором случае идеал, порожденный X, совпадает со всем K. Поэтому такого идеала не существует. Значит, противоречие. То есть не существует идеалов, которые находятся между простым идеалом и всем в конце главных идеалов, а значит, он максимальный, а значит, фактор по нему — поле. То есть отсюда следует, что P максимальный, а значит, фактор — это поле. Значит, смотрите. Ну, значит, идеалы, как я сказал, они немножко помогают с пониманием происходящего, и с помощью них можно доказывать некоторое простое утверждение. Например, вот проверить, что элемент простой иногда проще с помощью идеалов. Тут можно доказать, что фактор поля, то есть мы знаем сразу, что если к кольцу главных идеалов есть в нем какой-то неразоржимый элемент, ну, то есть простой, то тогда фактор поля — тоже удобное свойство. Ну вот, во второй половине мы будем говорить про решение про великую терминферму. И на самом деле подход с идеалами, он сильно помог в продвижении этого вопроса. Значит, давайте я вводный слайд сейчас скажу, а после перерыва мы продолжим. Значит, электирами фирма, да, это вот, мы хотим решать вот такое равнение в целых числах. x, y, z целые числа, но понятно, что мы ищем нетривиальные решения, то есть случаи, когда у вас ни одно из них не равно нулю. Нетривиальные решения. Ну, во-первых, понятно, что если вы хотите доказать, что решений нет, то достаточно проверить только для простых. Ну, точнее, нужно проверять отсутствие решений по, так, для двойки есть решение, то нужно проверять для четверки всех простых. Значит, то, что я расскажу, оно касается равнений x кубе плюс y кубера на z кубе. И мы будем использовать разложение левой части откладывания на скобочке, пытаемся применить основные теремы арифметики, и там что-то получается. Значит, первая идея была вот просто обучить этот случай на любого простого числа. Но тут возникли проблемы, то есть я могу эту штуку разложить на вот такую вот вещь. Значит, ну, как я пишу? Здесь x плюс y на x плюс xi n от y на x плюс xi n в квадрате от y и так далее на x плюс xi n в n минус 1 от y равно z в n, где x n это корень и на степень из единицы, который примитивный, который вот его степень и будут все остальные корни и на степень из единицы. Ну и хочется дальше использовать теремы арифметики, что-то с этим поделать. Проблема в том, что остальные теремы арифметики не работают не работают при n больше равно 23. То есть, когда у вас n до 23, у вас есть остальные теремы арифметики в кольце z с добавленным корнем xi n а там просто остальные теремы арифметики не работает. Ну, вы скажете, что это полный провал. Мы тут что-то поделали, но ничего не доказали. Но, на самом деле, уже в тысяча... Это вот... Эйлер еще что-то пытался доказывать. То есть, это какой-то там 18-й век. А в 17-м веке эту проблему обошли с помощью того, что рассматривали разложение не в произведении чисел, а в произведении простых идеалов. Ой, я сейчас не успею, конечно. Ну, ладно, сейчас попробую... А, еще пять минут есть. Сейчас я пробую вас немножко нагрузить, но если вы ничего не поймете, то не страшно. Это как бы идея того, как можно было... Куда можно было двигаться дальше, если у нас еще были дополнительные лекции. То есть, психология стоит в том, что вот это ваше разложение в числа, оно не работает, потому что у вас некоторые числа раскладываются, ну, там, двумя или тремя разными способами. Но идея, основная идея заключается в том, чтобы раскладывать не числа, не числа, а идеалы. То есть, вы берете и говорите, ну, вот есть идеал, я его хочу представить в виде произведения каких-то там простых идеалов, ну, в каких-то степенях. простых идеалов я определил, произведение идеалов тоже является идеалом, это могли проверять. И дальше можно пробовать попытаться раскладывать, пытаться взять идеал и разложить в произведении идеалов. Почему это удобнее? Ну, потому что вот у вас были проблемы, например, когда мы взяли, что-то взяли из этого 2i. Оно не факториально, потому что у вас 4, это 2 на 2, или 2i на минус 2i, что не очень хорошо, потому что это числа не одинаковые. Но если взять идеал 4, то он совершенно спокойно будет лежать в идеале порожденном 2i, то есть у нас вместо того, чтобы рассмотреть одно число, у нас будут некоторые идеалы, которые, ну, вот этот идеал, он не простой, он, в смысле, он не главный, он не прощается одним элементом, но тем не менее можно проверить, что он простой. И у нас получаются как бы такие комбинации из простых чисел, с которыми мы работаем и что-то им пытаемся породить. И поэтому 4 можно представить как там, ну, там, произведение этого дела на что-то еще, например, это дело в квадрате, скажем. Ну, там, может, оно еще что-то давно уже. То есть, ну, тут сейчас и проблема, что как бы у вас появляется идеал, который поражен некоторым количеством элементов. И поэтому, если возьмете произвольное кольцо k, ну, скажем, кольцо k, которое лежит, ну, то есть, вы взяли z и добавили туда корень xi n, ну, дальше начинается, как бы, вы можете, грубо говоря, смотреть все множество идеалов и отфоказовать их по-главным, то есть, посмотреть, насколько много у вас неглавных идеалов. и это называется сейчас, как это называется, идеал класса 1, что это называется, кольцо, кольцо, идеал класса 1. Ну, в общем, оказалось, что, вот, в 1555 году такой человек, как умер, смог доказать, что вот этот вот, вот этот вот трюк, который я вам расскажу для кубического уравнения, он с небольшими изменениями работает для любого p, такого, что, где p, так называемое регулярное простое, а именно p не делит порядок группы, которая образована факторами всех идеалов по-главным. Это, вот я сейчас так напишу как-нибудь, альфа покрасивая, где альфа это множество идеалов, множество идеалов в z от xn, а покрасивая, это множество главных идеалов. Главных идеалов. Ну, то есть, грубо говоря, вот у вас кольцо, вот кольцо за этот 2i, там в основном все простые идеалы будут не больше 2 элементов содержать, поэтому фактор будет из 2 элементов состоять. А в общем случае у вас, может быть, простые идеалы, ну, как бы, которые минимальные количество порождающих, оно довольно большое. Но вот главное, чтобы фактор P не делил в эту штуку, тогда можно примерно теми же соображениями доказать, что для регулярных P такое уровень не имеет решений, и это уже бесконечно много P. То есть, их в каком смысле больше, чем тех P, которые нерегулярные. то есть, это какие-то большое число довольно простых, была доказана эта теорема. И дальше начали бороться только с нерегулярными случаями, которые вырождены. То есть, первое P, которое вырождено, это, так, я сейчас же не помню, по-моему, там 39, что ли, то есть, этих простых, ну, они есть, но их есть, их бесконечно много, плохих, но вот, по крайней мере, их не очень много. Поэтому, то, что я расскажу, оно, ну, вот если бы, ну, то есть, чтобы вот это все проговорить, нужно потратить еще, говорю, там, лекции 4-5, но если это добить, то можно, в принципе, решить уравнение для более-менее больших P. Так что, то, что я расскажу, это не просто там какая-то кузуистика, реально имеет обобщение. Вот. Но вы можете пока это переварить, спросите меня, если было непонятно, что я сказал вначале, и дальше мы перейдем вот к решению таких уравнений. Окей? Я не верю, что я все успею, потому что я хотел, конечно, начать со случая Пифагоровых троек, чтобы, по крайней мере, размяться и посмотреть, какие у нас есть проблемы. И не хочу сразу рассказывать про кубическое уравнение, а то, ну, мне кажется, что квадраты тоже полезны. И я, мне кажется, его на северном семинарах наверное не успели разобрать. Там есть некоторые детали. Так что, давайте начнем с него. Пифагоровые троеки. Опять же, есть, ну, некоторые, в школе это уже делали. Есть несколько разных способов, как их считать. И не то, чтобы тот способ, который я предлагаю, он самый простой, но он показывает технику, сложность, которой нужно будет работать, когда мы будем говорить про уравнение большей степени. В частности, там, кубическое и более более высокой степени. Значит, мы хотим найти все такие целые, ну, можно натуральные считать, тройки x, y, z, удаляющие этому уравнению. Ну, давайте я напишу, что они натуральные. Первое замечание, которое всегда работает, можно сократить на общий множитель и считать, что они попарно взаимно-простые. То есть, если какие-то два делятся на не взаимно-простые, если какие-то два делятся на простое число, значит, третье делятся на простое число. Поэтому можно считать, что они попарно-взаимно-простые. Ну, если мы для таких найдем все описания, то дальше мы просто умножаем на константу, получаем все фигуры тройки. Конечно же, мы хотим разложить правую часть, используя корни из единицы. В данном случае это будет корень из минус единицы. То есть мы живем в кольце затоты. Вот мы живем в кольце затоты и знаем, что есть такое разложение. x плюс y на x минус y равно z в квадрате. Значит, как только вы разложили левую часть на скобки, тут же возникает вопрос, являются ли эти скобки взаимно простыми? И это вот, там даже есть название, как-то случай один и случай два. Ну, они немножко по-другому выглядят, но мы вот, в данном случае такие случаи будут рисовать. Может ли такое быть, что, то есть, что будет, если они не взаимно просты, и что будет, если они не взаимно просты? Ну вот, в случае двойки оказывается, что правый случай не реализуется. Это мы сейчас обсудим более подробно. Ну, можно с него начать, конечно. Ну, давайте, ну, да, давайте с него начнем тогда. Ну, а догадываем, что этот случай не реализуется. Реализуется только левый случай. А дальше, если это правда, то, смотрите, у нас, если мы смотрим на затоты, затоково-факториальное кольцо, то мы можем затот в квадрате разрыть на произведение каких-то гауссовых чисел. Если там написан квадрат, и эти штуки взаимно просты, значит, каждый из этих чисел квадрат. То есть, отсюда будет следовать, что х плюс у — это квадрат какого-то числа. Ну, а х минус у, как ему сопряженное, будет, конечно, квадратом сопряженного числа. Откуда почти все будет следовать? То есть, вы отсюда сразу получите, что автоматически, что х равно у в квадрате минус у в квадрате, а у равно 2у в. И это более-менее описание пихового уровня в троек. Если берете целые у и в, подставляете в эту формулу, там, z получается равно у в квадрате плюс у в квадрате, и это описание всех пихового уровня в троек. Ну, почти описание. Сейчас я, конечно, тут кое-что проглотил, я к этому сейчас вернусь. Значит, давайте рассмотрим вот этот случай. Какой еще может быть нод у х плюс у и х минус у и? Ну, можно, там, вычесть одно-другое, получить, что это то же самое, что нод х плюс у и, и чего, ну, например, 2х и, 2х, да? Если я сложу их. То есть нод а и b то же самое, что нод а и а плюс b. Ну, да, да, второй случай разбираем. Значит, смотрите, x и y взаимно-просты по нашему предположению. И если они взаимно-просты над z, то, конечно, они взаимно-просты и в квадрате z, потому что если у них ленина комбинация равна единице вот в z, то и в z тем более. Поэтому y и x, они взаимно-просты. Значит, единственное, что может быть нодом, кроме единицы, это делитель двойки, правильно? Потому что если у нас есть простой делитель 2х, то он либо простой делитель x, либо простой делитель двойки. Значит, если простой делитель x не подходит, значит, это делитель двойки. То есть это либо двойка, значит, делитель двойки это 1 плюс i, и ему сопряженное, и единичка. То есть есть всего три таких варианта. Ну, если вот эта штука делится на Вот, если эта штука делится На какой-нибудь z простой Так, z плохо, да? Ну, давайте там Какой-нибудь a простой элемент То тогда 2x делится на a Значит, если x делится на a То получается, что правая часть y Делится на a, это плохо Поэтому 2 делится на a Значит, у нас простой делитель Может быть только делителем двойки А делители двойки Это только 2 и 1 плюс i и 1 То есть двойка это 1 плюс i на 1 минус i Причем эти штуки Они там Споряженные Поэтому 1 плюс i Да, то есть, может быть, только 3 варианта Ну, и единичку мы уже смотрели Поэтому два таких варианта остается Двойкой и 1 плюс i То есть Надо просмотреть случай Может ли их нот быть двойкой И может ли быть их нот 1 плюс i Ну, вот я тоже, да? Что? Ну, это же самое, что 1 плюс i Какая разница? Вы можете До множества минус и Получить одного другое Ну, почему нот не может быть Извините Почему нот не может быть двойкой? Ну, если их нот двойкой То есть они оба делятся на двойку Значит Z в квадрате делятся на двойку Значит Ну, тут, наверное, и в этом Ну, да То есть, в принципе, если 1 плюс i То тоже будет работать Короче, их произведение Так или иначе делится на 1 плюс i в квадрате Что двойка Поэтому Z в квадрате делится на двойку В обоих этих случаях Ну, Z в квадрате делится на 2 Ну, Z в квадрате делится на 2 Z в квадрате делится на 4, да? То есть, Z в квадрате делится на 4 Ну, тогда у вас сумма 2 квадрата делится на 4 Значит, они оба делятся Значит, эти оба числа четные Но мы предположили, что они простые Поэтому такого быть не может Ну, у нас остатки определены на 4 Либо 0, либо 1 Если сумма 0, то, значит, Z в квадрате делится на 2 Ну, а значит, у вас X в квадрате делится на 2 Ну, а значит, у вас X в квадрате делится на 2 Потому что x квадрат плюс y квадрат делится на 4 Поэтому оба этих случая выпадают Возвращаемся к первому случаю Ну вот, дальше мы говорим, что если они взаимопростые Тогда они оба являются квадратами каких-то гауссовых чисел Ну и вот тогда это верно Ну, конечно же, это полная лажа Но это не совсем верно, потому что понятно, что, например Мы можем поменять местами x, y, ничего не произойдет, да? Или можем тут v квадрате минус u в квадрате написать Тоже ничего не произойдет Или тут можем знак минус поставить Тоже ничего не произойдет Потому что... Это почему произошла такая лажа? Потому что, вот когда я тут написал Конечно же, это не совсем правда Потому что я должен здесь еще написать обратимый элемент Потому что разложение верно-сточное отображение на обратимый элемент Поэтому на самом деле здесь нужно написать что-то вроде r на у плюс в квадрате ну и r на у минус в квадрате ну и понятно у нас r это плюс минус 1 плюс минус и поэтому в случае домножения у вас могут они поменяться местами заменится знак на минус то можно изменить знак на минус то есть вот про эти то есть проблемы которые возникают при таком разложении их две первое что вас not может быть плохой а второе что вам нужно не забывать вот про эти обратим элементы немножко портит вам жизнь но в целом вот это более меня всех самих всех первых троек мы получили но если нот равен 1 плюс и то это делится 1 плюс и значит их произведение делится на 1 плюс и в квадрате 1 плюс и в квадрате это двойка но сопротивление с двойка потому что в квадрате это что там 2 и получается 2 час 2 и должно получиться да но это то же самое что двойкой то есть это квадрате у нас делится на двойку все равно а значит снова зачет на значит их четный грех четное и противоречие всем с униплорно-зампросты что что но смотрите вы раскладываете это на ну вот это рассказать на какие-то простые со множители так это квадраты они все четные так это за так они взаимопросты то у вас какая-то кусок хоть первый какой-то кусок какой-то второй значит они оба являются квадратами ну по модулю вот обратимые элементы которые здесь написан ну да еще обратим не написать а так вообще вот это квадраты по модулю домножение на какой-то обратим элемент так но как это простой слушай закончится сложный да ну посмотрим на уравнение кубическое мы конечно хотим работать в числах из рейштейна потому что мы хотим мы хотим левую часть развалить вот в такое произведение x плюс y на x плюс омега y на x плюс омега в квадрате y где омега это корень кубических единицы поэтому конечно же будем работать числах из рейштейна про который мы опять же уже доказали что эта штука является и в кольцом и наш факториальным так надо ли объяснять вот это тождество но просто того что омега то есть омега какой-нибудь кубических единицы но смотрите да давайте опять скажу предварительные слова во-первых начну решать в целых числах можно писать что не пара называемый просты тоже точно так же и еще одна фиг хитрость в том что у нас степень нечетная поэтому принципе я могу писать плюс минус без особых страхов то есть я могу заменять с плюса на минус с минусу на плюс как я хочу частности я могу вместо такого уравнения рассматривать уравнение например когда сумма их равно нулю просто заменив z на минус z ну и просто там когда я рассматриваю когда я складываю в квадрат и должен тут минус написать а тут нет потому что у меня модуль нечетный поэтому тут везде может могут быть плюсы это совершенно неважно то есть формально у меня же написано что-то вроде ну там t минус 1 на t минус омега на минус омега в квадрате равно т в кубе минус 1 ну вот у меня тут минус могу забить на плюс степени счетно мы сейчас посмотрите вы сначала перейдем от вот это уравнение об этом уровне придем к когда-то плюс-минус и потом будем говорить что мы говорим только про числа эзерштейна то есть мы лучше решать необычные числа в числах эзерштейна то есть у нас быть несколько несколько ступеней в общении и даже сейчас я объясню сейчас течение пяти минут объясню общую идею что было понятно а дальше будки технические детали нужно будет учитывать то все это какие-то тонкости да это там отдельно нужно быть главное понять общую идею значит смотрите допустим но опять же вот у нас есть первая идея что мы используем стерео арифметики и пытаемся использовать такое разложение опять же здесь есть два случая как и для любого числа простого play у нас может быть такое что вот эти штуки они попарно за на просты но я тут не буду третье выписывать ну давайте третье пишут что было понятно что они его попарно за на просты либо не попарно за на просты либо не получилось либо не равно единицы и у нас рисуется на самом ли плохой случай это первая проблема но если бы рисовался хороший случай ну то есть плохой случай тоже можно работать там на самом ли это будет не единица а конкретное простое число поэтому с ним будет мы дальше не будем работать и делать то же самую технику немножко по-другому но если бы они были если у них не очень много делителей друг с другом то мы бы искали следующее смотрите каждый если произведение их равно кубу и они пара называемые простые то тогда каждый из них является кубом то есть мы бы тогда сказали что из плюс игрек это какой-то куб это там у один в кубе и плюс омега y это у 2 в кубе а x плюс омега 2 квадрате у 3 в кубе но вы конечно скажете что это лажа потому что я должен здесь умножать еще накид обратный потому что это куб стоящий до умножения накид обратимые элементы и что дальше делать но дело в том что если возьмете вот эти три штуки то они конечно в сумме 0 не дадут но если эту штуку если эту штуку сложить 2 нужды на омега из 3 она выкладывала и дадут 0 то есть у нас будет вот такое равенство x плюс y плюс омега на x плюс омега y плюс омега в квадрате на x плюс омега п Dancing y это ноль вот этого согласна с этим потому что один плюс вами дописываем гулять и на x 0 тоже не сумму карате поле и здесь на игре то же самое то есть вам на самом деле нужно решать не вот такое уравнение как я написал на самом ли вам нужно решать в более общем случае уравнение вида r1 x кубе плюс r2 y кубе плюс r3 z в кубе ну давайте могу написать rx r y и rz равно 0 где rx r y и rz это какие-то обратимые элементы то есть во первых и тогда сможете вам все будет равно здесь умножается на обратимые или нет то что можете здесь обмножить обратимые а во вторых когда будет умножить на омега это обратимый элемент поэтому тоже на что не повлияет поэтому на самом деле вам нужно решать уравнение в самом общем виде вот в таком когда вы суммируете x кубы с коэффициентами которые обратимые элементы а дальше ну вот у нас не совсем вот этот механизм у нас будет нот чему-то равен но это будет какое-то там будет всего лишь одно число собственно если возьмете просто просто число пэта там тоже будет нот не единица какой-то в общем-то будет какой-то делитель некоторое число но это все одно число мы его отдельно вынесем и будем с ним отдельно разбираться и там все хорошо но идея вот так то есть мы примерно то же самое что делали в случае 2 делом случае 3 но с некоторыми тонкостями ну давайте перейдем к деталям первое что надо сделать это выяснить какой у этих x и x of y вот какой нот может быть у x плюс y x плюс омега y x плюс омега в квадрате y ну сейчас как вы выясним у них это вообще без разницы то есть так как но они на самом деле будут отличаться на умножение обратимого элемента поэтому это не важно ну давайте давайте про это посмотрим анализ мы смотрим на нот например x плюс y x плюс омега y что делаем ну вычитаем опять да значит это будет нот x плюс y и вычитаем из этого из левого правая получаем 1 минус омега на y правильно ну если мы возьмем испортилось если мы возьмем что-нибудь типа там ну понимаете если вы посмотрите я так могу так конечно сказать ну давайте ну что вы сделаете можете заменить допустим тут пишу омега в квадрате это что значит я просто умножил y на омега но если я умножить на омега то я просто здесь умножится на обратимый элемент и суть не поменяется то есть вот я опишу x плюс омега y x плюс омега в квадрате y и конечно все что произойдет это просто у меня правая штука до множество еще на обратимый элемент и ничего не поменяется ну и если я возьму x и x плюс омега в квадрате y тоже ничего не поменяется Так Нет, если я заменю y на omega y То произойдет вот такая замена Но я могу и вручную это так же сделать Могу опять же вычесть первого-второго и получу вот это Ничего не поменялось Что по условию? Но я должен проверить по парам нот всех этих трех чисел Я их выписываю Но я вот утверждаю, хорошо, я могу третий вычесть Третий будет у меня вот такое Ты будешь не поверить тебе x плюс y А тут будет 1 плюс Что там, 1 плюс омега на 1 плюс омега На y, но 1 плюс омега обратим Поэтому все равно никакой разницы не будет Значит, делитель Если это какое-то простое число, то понятно, что должен быть Только делитель 1 плюс омеги Потому что у x и y простых делителей нет Мы уже предположили, что они по парам нот все равно просты Спокойно Я утверждаю Что эта штука это 1 плюс омега или 1 Утверждение Почему? Эта штука делится делителем 1 плюс омеги Потому что делителем y быть не может 1 плюс омега это простой элемент Потому что норма 1 плюс омеги Она равна Ну, 1 плюс 1 плюс 1 То есть 3 3 простого числа, поэтому это Простой, ну, неразложимый элемент Так что нот может быть либо таким, либо таким И понятно, что если у вас нот получился здесь единица То он будет единица и во всех остальных случаях Ну, то есть во всех трех случаях будет одно и то же Причем у нас выполняется либо Что нот всех их 1 минус омеги Либо нот их всех будет единица Ну, то есть если у вас эти два числа делятся на 1 минус омега То понятно, что и тут будет нот 1 минус омега И, в общем, тут будет, ну, это понятно Если там единица, то везде будет единица Поэтому у вас выполняется ровно два случая Либо такой, либо такой И сейчас, то есть, понятно Что? Пока не знаем Есть два, еще раз Нот этих штук либо такой, либо такой Я пока не знаю какой Я буду доказывать, что он вот такой А не такой Один плюс омега Это воротимый элемент Ну, смотрите, у вас Ага, так, ну, начинаем рисовать картинки, да? Сейчас я вам нарисую Но тут, конечно, сейчас будет не видно ничего Так Тут есть клетка, нарисована на доске Но так плохо нарисовано, что ничего не видно Значит, у вас ситуация такая Вот это ноль Это единичка Вот это вот омега Соответственно Один плюс омега Это вот такая штука Один плюс омега Это обратимый элемент Такой же, как там И Один там плюс омега в квадрате А вот один минус омега Это вот такой вот элемент Сейчас, нет Один минус омега Значит, он тут здесь будет, да? Вот один минус омега Это вот тут Вот это вот Ну, у меня, конечно, не очень круг Ну, это вот круг олюс один Единичный круг Да, да, да Это вот, собственно, их шесть А вот один минус омега Это вот следующий элемент Который примыкает к этому кругу Ближайший элемент Вот к этому кругу Значит Ну, я, конечно, не успею То есть Мне нужно сделать две вещи Первое, доказать, что нот равен один минус омега И некоторые свойства про него поговорить И второе, применить вот Ну, что я дальше скажу Я дальше буду говорить, что Мы возьмем элементы Минимальные решения этого равнения И дальше, что путем таких механизмов Я получу решение поменьше Ну, с меньшей нормой Там, с меньшим разложением на множители И получаю противоречие Ну, вот второй части, наверное, в следующий раз расскажу Ну, вот, посмотрим Вряд ли я все успею А сейчас Вот будет техническая часть Которая состоится в том Что нужно доказать, что нот равен один минус омега Для этого Мне нужно доказать Ну, вот Опять же Идея будет захотеться в том, что Я посмотрю на такое равнение Вопросы? Мы сначала полагалируем, что Мы хотим Разберем Смотрите, еще раз Я утверждаю Вот допустим Хорошо, смотрите Вот пусть нот этих двух чисел Один минус омега Допустим Значит, они оба делятся на один минус омега Ну, значит Из этих раз следует, что И у этих двух чисел Это делится на один минус омега Это делится на один минус омега Значит, у этих двух нот такой же Если они взаимно просты То эта штука не может Если какой-то из них не делится на один минус омега То получится, что там у нас две скобки Делятся на один минус омега И третий тоже не будет делиться Потому что если там это не делится То, в общем Если хотя бы одна из скобок делится То все остальные автоматически тоже будут делиться То есть если у двух из них нот будет один минус омега то значит у нас у всех трех будет один из омега значит я на самом деле буду буду вот эту сумму считать по модулю 9 в целых гауссовых этих числа хейзштейна почему 9 но дело в том что один из омега он в квадрате сопряжен стройкой потому что ну у вас ну как вы можете видеть один из омега сопряженно это будет вот эта штука она отличается поворотом 60 градусов поэтому эти штуки сопряжены поэтому норма это сопряженность один из омега в квадрате а 9 это один из омега в 4 то есть я буду возьму большую степень моего числа один из омега и буду доказывать что вот в такой в такой сумме обязательно ну у меня эта штука 0 и есть эта штука 0 и то значит один слагаемых точно делится на один из омега KennethTS ОDAV. Ну знаешь что то делится один из омега это будет у меня все перестанечно поэтому я буду читать что за меня делиться один из омега и значит у меня правая часть будет белится один из омега значит левая часть делиться знаешь у меня все это скобка делится один из омега как можно это проверили если там что-то делится то значит у всех них not омега в общем то потому что они отличаются на что-то там нужно один из у нас на один из омега вот мы дальше нужен счет да вот нужно посмотреть какие остатки могут быть по модулю 9 у кубов в числах эйзенштейна ну давайте что-нибудь посчитаем так лемма 1 если у меня есть число в числах эйзенштейна то либо x делится на 1 минус омега да чтобы не делиться на 1 минус омега я обозначу из лямбда давайте напишу здесь не будет такое красивое число лямбда это один из омега вы слишком много раз встречаться начали бы изделиться на лямбда либо x равним с обратимым элементом по модулю 3 где r обратимых но тут можно принципе и и так доказать ну смотрите можно картинки нарисовать все будет на картинке вот если я нарисую что происходит из я беру 0 и рисую что вокруг вот я рисую что отличается от него на обратимый до беру 3 и рисую все что отличается от него на обратимое и так сделаю с каждым числом делящимся на 3 ну вот у меня получится такая картинка можете проверить и вот то что не будет влезать то что не будет взять дырки трону бы числа которые собственно и является вот это вот лямбда и ему сопряженные то есть если просто рисуете такие кружочки все будет понятно ну или можно если там это прямо с не устраивает можно сказать что ну как вот берете x x это у меня а плюс был омега ну по модулю 3 значит модуль 3 что значит знать что можно взять а это 0 плюс минус 1 и b это 0 плюс минус 1 значит у вас будет всего 9 таких чисел это будет 0 все обратимые еще там что-то связано с 1 минус омегой можно легко проверить то есть у вас все числа которые бит вот такой вид они либо обратимы но вот у меня написано 6 из них ну тут тут конечно не написано в квадрате но это можно переписать как минус 1 минус омега а это собственно будет минус омега то есть вот написано 6 из 9 числа уже написано еще два это будет там чит по 1 минус омега ну еще что то в общем минус 1 плюс омега вот здесь вот еще будет написано в общем можете проверить что действительно это работает ну то есть у нас ну смотрите теперь лимма 2 есть что проверить не сможете нет я еще раз говорю смотрите вот у вас 9 чисел 6 из них я уже здесь выписал осталось что 1 минус омега минус импус омега еще что то что мне осталось а носитесь все вот сидеть чисел выписаны смотрите 0 1 минус 1 ульга минус омега минус омега минус ураль慢 пассажиров обратимы и вот 0 минус амин самый уж омега делится минус омега что еще хотите вот все девять вариантов я вам перечислил я не понял собрать еще раз берете берет число по моду 3 берет число по моду 3 по моду 3 3 можно заменить а и b на остатки по модуле 3 ну в частности 0 плюс 1 минус 1 b плюс 0 плюс минус 1 правильно то есть если вы что для 6 на 3 останется 0 плюс минус 1 или 0 плюс минус 1 здесь и дальше просто это 9 чисел на их могу перебрать у меня 6 чисел обратим и 3 делится на лямбда но если бы обратим по модуле 3 либо делится на лямбда я могу написать стрим с лямбда по модуле 3 но это то же самое что нет еще раз так так подождите еще раз так вот в этом что непонятно смотрите берем еще раз берем произвольное число x это плюс b омега мы смотрим по модуле 3 по модуле 3 она имеет вид а плюс б омега где 0 плюс минус единица плюс минус единица 6 чисел обратим и значит этот случай три из них лямбда это вот этот случай у вас если вы либо сэпом удалить либо с лямбда по модуле 3 согласно или нет у вас всего 9 возможных остатков по модуле 3 9 правильно вот вы все перебираете у вас 6 остатков обратим а 3 делится на лямбда понятно или нет или непонятно вот еще раз хорошо так я понял слишком вы видите вот все слишком сложно еще раз смотрите берем x записываем видео 3 z плюс какой-то остаток у да тогда у имеет вид а плюс b омега где а это 0 плюс минус единица б с 0 плюс минус единица согласно значит вода это можно забить от делится на 3 по модуле 3 x равним с у где у это а плюс б омега где а это 0 плюс минус единица понятно что 3 то 3 то лям 3 но сопряженность ламбда ассоциированность ламбда в квадрате 1 делится на лямбда окей хорошо ляма 2 начну я дальше разводим это в куб ляма 2 значит она будет говорить что если их лежит за тот омега и x не делится на лямбда то x кубе сравним с единицей плюс-минус единицей по модуле 9 доказательства но x это у нас если x не делится на лямбда то поле b1 x это 3 что там мы написали 3 z плюс у где у обратим но возводим в куб берем по модуле 9 но так можно понять что это же самое что у в кубе давайте проверим значит это будет 27 клубе плюс 3 на 9 на z на квадрате на у плюс 3 на 3 на z на у в квадрате плюс у в кубе это все делится на 9 поэтому это сравнимо у в кубе по модуле 9 у это обратим поэтому в кубе это плюс минус единица поэтому то же самое что плюс минус единица по модуле 9 ну и собственно лима 3 значит если x кубе плюс y кубе ну давайте плюс минус напишу плюс минус z кубе равно нулю x y z лежит з от омега и они попарно взаимно простое то значит x y z делится на лямбда ну по лиме 2 у вас эта сумма сравнимо с плюс минус 1 плюс минус 1 плюс минус 1 по модуле 9 а это ноль чего не может быть вы не можете за три шага уйти вернуться в ноль как бы по модуле 9 поэтому так которая выполнена что-то не делится на лямбда ну тут проблема видите в том что мне не хватило тройки то есть если бы тут конечно то есть но если бы если тут сумма не было три то и тройки может быть и ухватило так у нас сумма то есть три слагаемых то приходится брать девятку и поэтому учиться с лямбда в четвертый так хорошо но здесь будет все делится на 9 согласно еди и 10 лететь и поэтому по модуле те то же самое что в кубе но это обратим элемент это вот такие штуки это корни что степень единицы но в кубе они равны плюс-минус единица вот эти три в кубе равны единица эти три в кубе равны минус единица то есть на самом деле ну тут но у меня уже осталось мало времени но в общем сейчас будет основная гипотеза которую мы стартым следующий раз и дальше мы закончим и двинемся дальше значит мне нужно еще немножко последний технический момент который сегодня нужен это как перейти как избавиться от обратимых элемент но давайте я тоже про это скажу пару слов и закончим но мне нужно что делать мне на самом деле нужно рассмотреть не такое уравнение уравнение типа rx на x кубе плюс ry на y кубе плюс rz на z кубе равно нулю причем мы уже знаем что мы можем осмотреть только такие случаи когда одно из делится на лямбда ну например за делится на лямбда скажем что тут тогда что можно сделать ну во первых можно избавиться от одного из них например до множество x минус первой системе так уравнению из кубе плюс ry на игре кубе ну и давайте я за перенесу трубы с волной и дубы торжец волной на ну давайте я напишу лямбда 3 в степени к на какое-то z с волной в кубе где у меня x y z волной уже не делится на лямбда ну вот я утверждаю что если такое выполнено вот последнее утверждение которое давайте оставлю на дом подумайте в следующий раз мы все начнем что если у меня есть решение если x y z делится на лямбда и и вот есть такое решение вот такого сравнения x плюс r там y r y y равно rz лямбда в степени 3k на z в кубе то тогда k больше либо но 2 короче мне нужно еще избавиться от плохого случая когда к равно единица потому что иначе я спуск не смогу сделать в общем вот главное что к не равно единиц как это сделать но если к равно единица то вот эта штука делится лямбда в кубе но помогали амдой четвертой это будет лямбда в кубе примерно а это будет плюс-минус единица по модулю ну плюс-минус то есть это будет плюс-минус единиц, по-моему, 9. Это будет плюс-минус обратимое, по-моему, для 9. А это будет плюс-минус ямда в кубе, по-моему, для 9. Вот нужно проверить, что вот это не может быть равно вот этому. Ну, подумайте, в следующий раз я это объясню. А дальше, если мы уже вот это знаем, то медспуска делается примерно за 10 минут. Но я с этого начну в следующий раз. Вот. Спасибо, извините, если было что-то непонятно. В общем, пишите, если что. Да. Всем счастливо.